Всем привет! Вы на канале Дива Бэкс и это канал о вязании крючком. И в этом видео я расскажу, как пошить подкладку для вязаной сумки. Кстати, на эту сумку у меня есть пошаговый мастер-класс, переходите по подсказке в правом верхнем углу. Сегодня будем шить подкладку вот с таким прорезным карманом на молнии, очень удобным и вместительным. Что же нам понадобится для пошива подкладки? Во-первых, это конечно сумочка, для которой шьется подкладка. Дальше отрез ткани. У меня это лен, я обычно использую натуральные ткани в качестве подкладки, чаще хлопок или лен. Если меня не устраивает плотность ткани, я всегда могу уплотнить подкладку вот таким материалом клеевым дублерином. Покупаю его в обычных магазинах тканей, но также видела и в магазинах для хобби рукоделия типа Леонардо. С одной стороны он имеет клеевую основу, это вот такие вот точечки клея, за счет чего он приклеивается к изнанке ткани. Бывает разной плотности от совсем тонкого прозрачного до плотного похожего на картон. Что еще? Для кармана нужна будет молния, в принципе любая, я обычно выбираю брючную или юбочную. Также нужны нитки с иголкой для сметывания деталей и пришивания готовой подкладки. Для работы нужен будет сантиметр, карандаш, булавки, линейка и, конечно, хорошие острые ножницы, желательно портновские. Ну и самый главный инструмент это швейная машинка. Первое, с чего нам нужно начать, это снять мерки. Сумочку я складываю в верхней части пополам и измеряю первую величину. Прикладываю сантиметр от края до края. У меня получается 36 сантиметров. Я добавляю с каждой стороны по полтора сантиметра на припуски для боковых швов. Получается 39 сантиметров. Это первый размер. Дальше подкладку буду пришивать вот здесь, отступая от края полтора-два сантиметра. И второй размер узнаю следующим образом. Прикладываю сантиметр вровень с краем возле первой ручки и прокладываю его по всей поверхности сумки, то есть по двум сторонам и донышку. И вывожу вот сюда, с другой стороны, вровень с краем около второй ручки. У меня получается 61 сантиметр. На всякий случай добавлю еще сантиметр и буду выкраивать прямоугольную деталь подкладки размером 62 на 39 сантиметров. Теперь один важный момент. Если сантиметровая лента у вас не новая, обязательно перепроверьте ее по линейке. Посмотрите, соответствует ли она своим заявленным сантиметрам. Со временем сантиметровые ленты имеют свойство растягиваться и могут показывать неправильные значения. Поэтому не поленитесь, перепроверьте свой сантиметр по линейке. Перед раскроем я всегда обрабатываю ткань паром, чтобы предотвратить усадку в готовой подкладке. Основная деталь подкладки у меня уже готова, осталось раскроить карман. При раскрое ориентируюсь на размер сумки и максимальную длину молнии. У меня молния 22 сантиметра, поэтому я раскроила основную деталь кармана размером 22 на 36 сантиметров. А также подготовила вторую вспомогательную деталь для уплотнения входа в карман 22 на 6 сантиметров. Теперь все детали уплотняю дублерином. На примере самой маленькой детали покажу, как работать с дублерином. Для начала я раскладываю дублерин на ровной поверхности клеевым слоем кверху. Беру деталь, которую необходимо уплотнить, и накладываю изнанкой к клеевому слою дублерина. Если край ровный, то вровень с краем. Затем прохожу по детали утюгом без пара. Таким образом клей расплавляется и дублерин приклеивается к ткани. Только будьте аккуратны, чтобы не задеть подушевой утюга клеевой слой, иначе клей прилипнет к утюгу. Дальше после склеивания вырезаю по контуру уплотненную деталь и все тоже самое повторяю с остальными деталями подкладки. Я уже выбрала место, где у меня будет находиться карман, обработала срез ткани зигзагом, подогнула полтора сантиметра и проложила строчку на расстоянии пол сантиметра от сгиба. Теперь необходимо наметить вход в карман. С изнанки я уже начертила его. Вот так это выглядит. Сначала я нашла центр, затем на расстоянии три с половиной сантиметра от сгиба начертила вот такой прямоугольник. Как его начертить? Здесь опять же важно учитывать габариты сумки и размер молнии. У меня сумка большая, поэтому я могу сделать большой карман, то есть взять в расчет всю свою длину молнии. Поэтому длина этого прямоугольника у меня 17 с половиной сантиметров. Это максимальная длина молнии от стопора до стопора, которую я могу взять. Ширина прямоугольника у меня 12 миллиметров. Вот такой прямоугольник получился. Дальше беру деталь для уплотнения входа в карман и накладываю лицом к лицу по центру этого прямоугольника. Вот таким образом. Скрепляю две детали булавками и прокладываю строчку по контуру всего прямоугольника. Вот так у меня получилось. Теперь по центральной линии и вот сюда на уголочке прорезаем отверстие. Для этого можете использовать маникюрные ножнички. Я сначала складываю прямоугольник пополам и по центральной линии делаю надрез, затем прорезаю дальше. Когда подходите к уголкам, будьте аккуратны, чтобы не прорезать вот эту строчку. С другой стороны делаем все то же самое. Теперь выворачиваем уплотнительную деталь на изнанку подкладки. С помощью утюга формируем вот это отверстие. У вас должно получиться вот так. Теперь формируем сам карман. На молнии вот этот стопор я оставлю, а вот эти ограничители уберу. Накладываем деталь кармана лицом к обратной стороне молнии. Вот так. И прокладываем строчку на расстоянии примерно пол сантиметра от края. Вот я проложила строчку и обработала край зигзагом. Теперь необходимо молнию вот таким образом развернуть, заутюжить в таком положении и зафиксировать временным швом. Дальше накладываем основную деталь подкладки поверх детали кармана. Вот так. Располагаем молнию ровно по центру прямоугольника. Сметываем детали и прокладываем первую машинную строчку под входом в карман на расстоянии примерно 2-3 миллиметра от нижней части прямоугольника. Вот так должно получиться. С обратной стороны строчка у меня попала в стык между молнией и деталью кармана. У вас может шов проходить чуть выше или чуть ниже этого стыка. Ничего страшного, главное, чтобы шов был ровным по всей длине. Теперь свободный край детали кармана вот таким образом накладываем вровень с краем вот этой уплотнительной детали, нашей самой маленькой детали, сметываем здесь, переворачиваем и в таком положении прокладываем машинную строчку слева, сверху и справа от входа в карман до крайних стежков первой проложенной строчки. Получается вот так. Теперь завершаем карман. Не захватывая основную деталь подкладки, прокладываем боковые строчки и обрабатываем все срезы зигзагом. Карман готов. Перед обработкой края зигзагом я срезала все лишнее. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Внутри все тоже очень аккуратно и красиво. На этом этапе я пришиваю вот сюда в центр свою фирменную бирочку. Теперь вставляем подкладку в сумку, фиксируем булавками ту часть, где расположен карман и прокладываем по центру подкладку до противоположной стороны, чтобы узнать, сколько необходимо подогнуть с этой стороны. Не нужно слишком перетягивать подкладку, она должна лежать в сумке слегка расслаблена, свободно, чтобы ее нигде не тянуло. Теперь после определения оптимального подгиба вот таким образом заглаживаем это место. У меня получилось примерно три с половиной сантиметра необходимо подогнуть и прокладываем машинную строчку на расстоянии пол сантиметра от сгиба также как здесь. Дальше снова делаем примерку. Фиксируем булавками подкладку уже с двух сторон и определяем где будет проходить боковой шов. Точно так же в слегка свободном не перетянутом состоянии проводим подкладку и определяем вот это место шва. Складываем лицом к лицу боковые части вот так и на расстоянии у меня примерно полтора сантиметра прокладываем машинную строчку. Срезаем лишнее, край обрабатываем зигзагом. Со вторым боковым швом проделываем все тоже самое. Это еще не все, что делаем дальше. Сейчас у нас подкладка имеет плоскую форму, но в сумочке есть донышко. Ширина его примерно 10 сантиметров, поэтому и в подкладке нам необходимо сформировать своеобразное донышко. Как это сделать? От угла я откладываю вверх 5 сантиметров и влево 5 сантиметров нахожу вот эту точку. Дальше от этого угла вправо 5 сантиметров и вверх 5 сантиметров нахожу вот эту точку. Переворачиваю подкладку и делаю все то же самое с этой стороны. Теперь вот таким образом складываю подкладку и по вот этой линии, соединяющей две наши точки, прокладываю машинную строчку. Это расстояние как раз будет равно 10 сантиметров. Затем срезаю все лишнее, обрабатываю срез зигзагом. То же самое делаю с другой стороны. Только обратите внимание, когда будете прокладывать строчку, чтобы вот эти оба шва были развернуты либо в одну, либо в другую сторону, чтобы все было аккуратно. Вот такая подкладка у меня получилась. Осталось только вшить ее в сумочку. Я зафиксировала подкладку булавками со всех сторон, вот здесь где ручки в центре и по бокам. Пришивать подкладку начну с самой заметной части сумки, там где у меня расположен карман. Сначала спрячу узелок нити чуть ниже места в сшивания подкладки. Вот здесь выбираю любую ножку столбика и провожу иглу внутри этой ножки. Например, вот здесь. Дальше поднимаю вот эту перемычку и провожу иглу под перемычкой через вот эти две ножки столбика. Теперь ориентируюсь, где будет входить игла уже в подкладку. На этом же уровне вставляю иглу в ребро подкладки, то есть самый верх и делаю такой же по размеру стежок. Вот так. Вывожу и подтягиваю нить. Дальше поднимаю вторую перемычку, следующую. Также провожу иглу внутри через две ножки столбика под перемычкой и снова ввожу иглу в ребро подкладки. Вот так. Снова под перемычкой через две ножки столбика и снова в ребро подкладки. Точно также дохожу до места крепления ручек. Когда подхожу к месту ввязывания ручки, убираю булавку и продолжаю вшивать подкладку на том же уровне, то есть на той же высоте. Только здесь завожу иглу уже не под перемычку в ножке столбика, а вот через эти нити, с помощью которых я прикрепляла ручку к сумке. Чтобы стежки были аккуратнее, проводите иглу под одной, а не под несколькими нитями. И затем делайте стежок того же размера через ребро подкладки. Вот такими мелкими стежками прохожу по всему периметру сумки. Я подшила подкладку со всех сторон. Сумочка готова. Очень удобно, что есть вот такой карман на молнии. Он довольно большой и вместительный. Можно положить туда разные важные мелочи. Если видео было для вас полезным, буду рада видеть ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А больше полезностей найдете вот в этом плейлисте. Переходите по подсказке. Приятного вязания и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok